Норникель и Кольская ГМК предложили своим сотрудникам провести лето в хорошей компании. Так назвали молодежную регату на три дня, прописавшуюся в Мончегорском яхт-клубе на берегу Имандре. Ветер озера Паруса, первые шаги в яхтинге делают участники молодежного сообщества Норникеля в хорошей компании. Первый день отвели для тренировок и минимального изучения матчасти. Такой подробной нет, но самая главная вещь – это гик, который может очень сильно прилететь по голове. Ее мы все запомнили, это точно. Всем заново приходится объяснять, приходится погонять немного по яхте, побольше поворот, чтобы они побыстрее это все делали. Абсолютно. Одного тренировочения, в принципе, более-менее для проведения такого плана мероприятия, конечно, вполне достаточно. Лето в хорошей компании не только регаты. Это общение в неформальной обстановке с руководителями компании, знакомство с коллегами и проектирование своего развития, например, в сфере IT. Это был шаг номер один – вовлечь, рассказать, показать, раскрыть занавес, собрать, наверное, вот как-то, если мы говорим, что мы находимся в воронке, самую верхнюю такую воронку, и людей запустить сарафаны ранее, что это действительно там неграмотно в этой области быть не модно. Сейчас в Норникеле работают более 29 тысяч молодых специалистов. Это треть всех работников компании. Из них 100 человек стали участниками этого проекта. Они являются такой фокус-группой, на которой мы можем протестировать какие-то идеи, какие-то программы, какие-то предложения. И нам хочется как раз от молодых специалистов получить их отзыв, да, их отклик и их предложение, потому что молодые специалисты компании – это наше настоящее и будущее. Я надеюсь, что таких мероприятий – это будет целый цикл на территории региона, и каждый муниципалитет сможет поучаствовать в таком большом цикле. Молодцы, что такое вообще организовали. В Манчегорск пригласили самых активных молодых сотрудников и студентов, участников корпоративной программы «Профстарт». Для меня это было удивительно, потому что в других компаниях был опыт коллег, как они рассказывают про свой опыт. У них такого нет. И встречи с руководством у них тоже как-то какого-то особо не бывает. Вот так вот напрямую в такой обстановке. Это для меня первый раз. Я очень жду соревнований. Вчера у нас проходили тренировочные этапы. Да, это самое главное. Ну и в первую очередь, конечно же, познакомиться с одним из городов, где Норильский некий располагается, и увидеть сотрудников, которые здесь работают, познакомиться с ними, узнать, что там новенькое. Основные события лета проходили на берегу Имандры. Место организаторы выбрали не случайно. Неформальная обстановка должна располагаться к открытому общению. Но гостям показали и корпоративный университет, и производство, и молодежное пространство СОПКИ, и агентство развития Манчегорска. Нашим гостям был запрос рассказать, чем работники компании, молодые люди, да, и не только, могут заняться в городе Манчегорске, в каких проектах агентства они могут принять участие. Это не обязательно должен быть бизнес-проект, у нас есть проекты для широкого круга лиц. Ну, например, проект с Имандрофест, направление туризма, там многие из участников могут, многие из жителей города могут стать участниками в роли волонтеров, в роли гостей. В Манчегорске, как я уже познакомилась с городом, очень большой выбор какого-то туризма, то есть у вас в черте города очень много каких-то локаций. У нас же это что-то больше, мне кажется, про творчество, про реализацию себя с точки зрения роста, потому что туризма у нас поменьше, поэтому мы как-то сосредоточены в общем круге. Например, интересная была лекция от Романа о эмоциональном интеллекту, то, что сейчас, в принципе, очень актуально и подходит для, ну, наверное, любого сотрудника, который работает в группе компаний. Регата, стержень и, пожалуй, самый эмоциональный элемент проекта. В гонке участвовали шесть экипажей, команды сборные. Победившие были участники из Манчегорска, Норильска и Москвы. Мы старались изо всех сил победить, настрой был на победу изначально, в принципе, придерживались плану, так и получилось. Эмоции просто самые невероятные, главная победа. Да, мы сделали это, это было самое-самое восхитительное за сегодняшний день, и Денис нам очень-очень в этом помог. Драйв такой, прям непередаваемый. Очень классно. Спасибо нашему Александру, первому шкиперу и Денису. Который пробил нас победить? Да. Команда просто потрясающая. Все на лету схватывает, все понимает. Вот что значит тимбилдинг, сплочение. Один слаженный механизм. Это что в бизнесе, что в спорте, что, так скажем, в неформальной обстановке. Яркой финальной точкой лета в хорошей компании стало награждение участников регаты и модное дефиле. Оценивал фантазии на тему рабочей одежды стилист и фэшн-эксперт Владислав Лисовец. Илья Кумлев, Максим Кравченко, ТВ21+. Субтитры сделал DimaTorzok